Вечер воскресенья и в эфире итоговая программа АПТА. Здравствуйте, с вами я, Наталья Хоменко, и материалы моих коллег о самом важном за неделю. Она была насыщена на события и громкие открытия. Все подробности расскажем прямо сейчас и вначале коротко о том, чем запомнились уходящие семь дней. Работа на перспективу в областном Акимате подвели итоги социально-экономического развития за первое полугодие. Город-сказка, город-мечта. Еще одной достопримечательностью у Алматинской области стало больше в Талаткургане торжественно. Ярко и громко открыли новую набережную реки Каратал. Они всегда на чеку. На этой неделе свой профессиональный праздник отметили сотрудники органов национальной безопасности. В области полным ходом идет уборочная страда. Темпы проведения сельскохозяйственной кампании оценил Аким области, побывав на полях Кирбулакского района. О судебных решениях по телефону. В Алматинском областном суде начал функционировать колл-центр. Развитие малого-среднего бизнеса, наращивание объемов производства в агропромышленном комплексе, в частности в свекловодстве, увеличение индекса промышленного производства. Эти показатели стали основными в оценке итогов социально-экономического развития Алматинской области за первое полугодие. Их подробно обсудили в минувшую пятницу на расширенном заседании Акимата под руководством главы региона Аманды Кабаталова. Ряду районных Акимов были высказаны замечания, и перед всеми ведомствами глава края ШТСУ поставил конкретные задачи. Все подробности у Дины Буранбаевой. Увеличение индекса промышленного производства – это задача номер один для всех районов и ведомств Алматинской области. В первом полугодии этот показатель в регионе составил почти 283 миллиарда тенге с индексом физического объема в 100,6%. На развитие экономики региона привлечено более 208 миллиардов тенге инвестиций. С начала года запущено 21 новое производство, еще 7 значительно увеличили мощность. Реализуется ряд проектов и в рамках государственных программ, рассказал первый заместитель Акима области Лаза Турлашев. На сегодня в области работают более 155 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. С начала года их число увеличилось почти на треть. Государственная поддержка предпринимательства в этом году составила 15,4 миллиарда тенге, что в 1,6 раза больше прошлогоднего показателя. По дорожной карте бизнеса 2020 выделено 6 миллиардов тенге. 148 субъектов предпринимательства получили поддержку. В центре внимания и самое приоритетное направление региона – сельское хозяйство и в особенности ее перерабатывающая отрасль. В первом полугодии производство пищевой промышленности региона превысило 133 миллиарда тенге. В 2,5 раза увеличен выпуск мясной и овощной продукции. Ведено в эксплуатацию 6 новых пищевых предприятий. Почти на 14% возрос экспорт местной продукции, отчитался зам Акима области Серегжан Бескимпиров. Вместе с тем в ряде районов имеются недоработки. Например, низкие показатели по программам СБАГА, КУЛАН и РС, простаивание двух десятков предприятий. Низкие показатели в ряде районов и по освоению микрокредитных займов. На них государство выделило 5 миллиардов 800 миллионов тенге. Привлечь к программе как можно больше участников в ближайшее время. Такую задачу поставил перед руководителями районов Амандык Баталов. Главный показатель в работе Акима – развитие малого и среднего предпринимательства. Я вам сказал, все, как вы работаете. Недостаточная работа отмечена и поведению в оборот, изъятых в пользу государства земель, созданию молочно-товарных ферм и сельскохозяйственных коопераций. Решение этих вопросов глава края поставил в приоритет перед всеми районами. 25% всех крестьянских хозяйств находится, 1,4 часть республиканского объема находится в Алматинской области. Но кооперативов пока мало. Здесь 64. Надо объединяться. Сейчас все это приводит в соответствие. Вот это тоже надо говорить о том, что по сахарной свекле, по кукурузе, ячмень, который идет на соло, да, все это то же самое объединить. Сахарная свекла – не менее важный показатель в оценке работы районов. В нынешнем году ее посевы в регионе увеличены с 4 до 6400 гектаров. При этом, отметил Аким области, необходимо повышать и урожайность. Перед районами поставлен конкретный минимум – 350 сантиметров с гектара. Ожидаемый объем сладкого корня составляет 220 тысяч тонн. Как и в прошлом году, для поддержки крестьян в этом направлении предусмотрены субсидии. Кроме того, финансовую поддержку от государства получит и перерабатывающая отрасль. Субсидирование гектарное остается. Сахарная свекла – 30 тысяч тенге на гектар. И из данной продукции полтора тысяч тенге на каждый тонн мой субсидии будет сохранен. А инвестсубсидии сейчас, в данное время, рассматривается где-то в августе-сентябре 935 миллионов. И где-то в конце октября-ноябре 3,5 миллиарда тенге рассматривается. А данный денег оставится будет до конца года. Субсидии, которые получит и животноводство, и растеневодство, и переработка. На особом контроле у руководства области строительство школ и дорог, а также подготовка к отопительному сезону и уборочной страде. По этим вопросам также отчитались ответственные ведомства. Исправить озвученные замечания, наладить качественное водоснабжение в городе Талгар, принять меры по простаивающим предприятиям, наращивать темпы привлечения инвестиций, усилить межрегиональное сотрудничество – такие задачи на предстоящий период глава региона поставил перед всеми собравшимися. Отдельное задание получили ветеринарные службы. Провести проверку всех скотомогильников по области поручила Мандык Баталов. Отчитаться об их состоянии необходимо уже осенью. Дина Буранбаева, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. Подведя итоги полугодия, в областном окемате на этой неделе уточнили и бюджет. В минувшую пятницу прошла очередная сессия областного маслехата. Главным на повестке дня были итоги работы за первое полугодие местной полицейской службы. Как следует из доклада, муниципальная полиция в регионах за этот небольшой промежуток времени сумела показать эффективность работы. Значительно снизились показатели преступности. В первом полугодии текущего года по области зарегистрировано более 15 тысяч преступлений. Благодаря принимаемым мерам удалось снизить количество преступлений. Тяжких на 16%, особо тяжких на 32%. На 15% увеличилась выявляемость таких нарушений, как мелкое хулиганство. Улучшилась и материально-техническая база. К слову, недавно автопарк полицейских пополнился 60-ю служебными машинами, оснащенными всем необходимым оборудованием. Было закуплено дополнительно 166 видеорегистраторов. Озвучили во время заседания депутатов и проблемы, испытываемые полицейской службой. В числе актуальных – дефицит кадров. Также депутаты приняли изменения и дополнения в бюджет Алматинской области на 2016 год. С планами на ближайшую перспективу народных избранников познакомила руководитель Управления экономики и бюджетного планирования. Как отметила Анафиса Астебалдина, по предварительным подсчетам в бюджет ожидаются поступления в объеме 137 миллиардов тенге. В связи с чем, план доходов планируется увеличить до 1 миллиарда тенге. Помимо развития жилищно-коммунального хозяйства, ликвидации ЧАЭС, капитального ремонта школ, приоритет отдается и развитию жилищной программы за счет привлечения средств из НАЦФонда через акционерное общество «Байтирек». Намечается строительство кредитных домов. Депутаты единогласно поддержали дополнения и поправки к областному бюджету. Проект бюджета области утвержден в сумме 394,5 миллиардов тенге. Вы смотрите итоговую программу «Опта», мы продолжаем. Они всегда на чеку, говорят, что эти люди никогда не спят. Но главное их качество, как когда-то утверждал Феликс Дзержинский, холодная голова, горячее сердце и чистые руки. Эта известная фраза про чекистов не потеряла актуальности и сегодня. На этой неделе свой профессиональный праздник отметили сотрудники органов национальной безопасности. Когда-то это был НКВД, после КГБ, теперь КНБ. Но суть осталась прежней – защищать интересы государства, стоять на страже безопасности страны и спокойствие ее народа. 13 июля 1992 года президент страны Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании новой отечественной спецслужбы страны – Комитета национальной безопасности. С этого дня начинается отсчет истории казахстанского КНБ. Данью памяти историческим подвигам предков отметили очередную годовщину в областном департаменте КНБ. В торжественной обстановке здесь был открыт мемориальный комплекс славы, посвященный участникам и ветеранам Великой Отечественной войны. Чтобы помнили, помнили, чтили и не забывали славные подвиги своих предков. Отныне напоминанием об этом всем сотрудникам областного департамента КНБ будет служить вот этот мемориальный комплекс. На стеле среди 214 славных имен тех, кто прошел горнило Великой Отечественной и после берег безопасность народа, Алмаз Абдрахманов находит имя своего отца. Будучи минометчиком в армии Рокоссовского, Камархан Абдрахманов освобождал Варшаву и Будапешт, победу встречал под Берлином, а после 25 лет верой и правдой служил Отечеству. Отныне его имя в граните, как напоминание о героизме, стойкости и безмерном патриотизме солдатов войны. Ничто не забыто, никто не забыт. Память павшим и бывшим ветеранам Отечественной войны, которые работали в данном департаменте. Это для всех праздник, праздник, и для меня радостный день. Во-первых, это в воспитательном плане большую роль сыграет. А я сам, для меня лично, я приехал с Алматы, с семьей приехал. Для нас, конечно, это очень трогательно. Я думаю, это будет уроком для всех. И еще раз благодарен, что пригласили и ветеранов, и я как потомственный будем сотрудничать с национальной безопасности. Я тронут. Спасибо. Настоящим примером мужества и безукоризненной службы отныне станет и памятная доска в честь участника Великой Отечественной войны, почетного сотрудника госбезопасности СССР, ветерана КНБ Казахстана, почетного гражданина Алматинской области, полковника Шеймухана Муханова. Он истинный представитель великого поколения героев. Тех, кто грудью стоял за родину, кто победил фашизм и отстоял мир на земле. Воевал на Волховском и Ленинградском фронтах, командовал батальоном Любанской 177-й стрелковой дивизии, участвовал в прорыве блокады Ленинграда. За мужество и героизм, проявленные при освобождении города Любань, одним из первых воинов-казахстанцев, награжден орденом Александра Невского. После войны Шеймухан Муханов вспоминает его сын, активный участник восстановления народного хозяйства, и почти 25 лет отец отдал служению в органах национальной безопасности. Когда война началась, ему было 19 лет. Фактически я начал войну рядовым, закончил майором, комбатом. Всю блокаду Ленинграда, все 90 дней он был в Ленинграде, защищал город Ленин. За это получил ордена, в том числе орден Александра Невского, это орден полководческий. Всего их 10 орденов. Никогда он ничего не хвастался, ничего не рассказывал. В основном мы слышали от других. Особенно, когда ездили на встречу с ветеранами. Что можно сказать? Мы гордимся им только. В серегале заслуженного ветерана и правда сложно перечесть в арсенале 10 орденов, среди которых Красного Знамени, Отечественной войны, в Данг и Курмет. 30 медалей и свыше 10 почетных грамот и званий. Это ли не пример истинного служения Отечеству? Отныне клятву верности народу и родине перед лицом предков будут давать молодые сотрудники департамента. В честь праздника свыше 20 офицеров были удостоены высоких наград от республиканского ведомства, руководства департамента и имени Акима области. Аманда Гвадалов поздравил личный состав областного КНБ и отметил, что нет ничего почетнее и ответственнее, чем стоять на страже безопасности своего народа. Ваша работа обязывает быть мужественными, отважными, стойкими и всегда быть предельно собранными. Вы стоите на страже порядка, масштабах государства и защищаете интересы страны и ее простых граждан. Думаю, слова, сказанные когда-то про чекистов, холодная голова, горячее сердце и чистые руки сегодня остаются актуальными по отношению к вашей профессии. В реале сегодняшнего дня от органов национальной безопасности требуется эффективная работа по борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом. Сегодня перед лицом сотрудников нацбезопасности встают новые угрозы. Терроризм и экстремизм – не просто слова, реалии нашего времени. Сохранить мир и спокойствие, безопасность и стабильность в стране, их повседневная работа и наше спокойное завтра. Наталья Хаменко, Абзал Нусипов, телекомпания ЖТСУ, Талдыкурган. Особым и без преувеличения историческим событием ознаменовалась эта неделя. Еще одной достопримечательностью Алматинской области стало больше. В Талдыкургане торжественно, ярко и громко открыли новые набережные реки Каратал. Восторг и неподдельные чувства гордости за свой город переполняли, пожалуй, у каждого, кто пришел своими глазами увидеть всю красоту и неповторимость нового места отдыха. По меньшей мере, 10 тысяч человек собралось на открытие. Концерт со звездами казахстанской эстрады, выступления артистов цирка, выставка искусств, спортивные выступления и развлечения для детей. Словом, занятие по интересам нашлось всем. Но вид новой набережной просто восхищает. Скажу честно, горожан, которые поделились с нами своими первыми впечатлениями, переполняли эмоции. Впрочем, смотрите сами. Очень красиво. Что именно? Очень красиво. Все. Пожалуй, все, кто пришел на открытие новой набережной, разделяли одно чувство – восхищение. С первого взгляда понимая, что таким местом отдыха может похвастаться сегодня далеко не каждый мегаполис. На полтора километра протянулась уникальная улица отдыха, утопающая в цветах и зелени. Подделена она на 8 секторов, и каждый со своим неповторимым стилем и шармом. Архитекторская задумка поражает масштабностью. В проекте удалось воплотить и современный урбостиль, и национальный колорит, и идейную насыщенность по количеству активных площадок, и даже совместить уют прогулочного отдыха с активными занятиями спортом. Главное, удалось создать ту неповторимую ауру, которая позволяет не просто насладиться визуальной красотой, а отдохнуть душой. Сейчас вот мы идем и радуемся, что, оказывается, город наш преобразовывается, красивый становится. Теперь часто будем ходить, просто даже прогуляться. Красиво, и цветочки, и зелень. Красиво очень. Бесподобно, просто бесподобно. Я так рада за наш Стадок Курган, что у нас открылась такая красивая набережная. Вы знаете, вот идет просто глаз, радуется. Так что я очень благодарна нашему Акимату за то, что беспокоится, заботится о нас Стадок Курганцев. Я думаю, что наша набережная, теперь у нас будет много людей, молодежь здесь будет гулять, прогуливаться. Есть где погулять, и детям, и нам. На скутерах покататься, на великах, что машин нет, все огорожено, чисто, красиво, аккуратно. Красиво, молодцы, что сделали. Над всем этим год трудилась команда высочайших профессионалов. Лучших из лучших собрала Акимобласти со всей страны, будучи идейным вдохновителем всего проекта. Аманда Гбаталов не только лично участвовал в его разработке, но и после неустанно следил за ходом работ. Отменное качество выполненных работ отличает сегодня набережную вдоль Каратала. Особым для себя проектом назвал ее и главный архитектор Ахмырза Рустамбеков. Президент Союза архитекторов Казахстана, в числе работ которого и главная достопримечательность столицы Байтирек, признался, что в Талткурганскую набережную были вложены не просто силы и старания, все умения и главная душа. Конечно, было интересно, здесь привлечены, конечно, очень много специалистов, это и ландшафтные архитекторы, и дизайнеры, и вот монументалисты, и скульпторы, конечно, инженерное освещение и так далее, и так далее. И основная, конечно, идеология и концепция, это была Аманда Габасовича. Ну, и мы как бы решили таким образом реализовать это все. И нам очень хотелось, чтобы было здесь очень много зелени. Здесь около ста видов вообще насаждений, кустариков, цветов и так далее, и так далее. И, конечно, это должен быть променад такой, река Каратал, чтобы люди здесь отдыхали. Мы волновались, каждую деталь с волнением ожидали, как она будет вообще воплощаться. Я думаю, где-то получилось. Конечно, и радостно нам. На славу постарались не только архитекторы. Скульпторы в своих творениях передали всю уникальность древней культуры и изящность современного искусства. Одна из основных скульптур – древо жизни. Уже сомневаться не приходится. Она станет, пожалуй, самой популярной среди любителей селфи. Вот выполнена в декоративном стиле, с элементами национального, именно в национальном колорите. Но выполнена не для того, чтобы радовать жителей, гостей города. Конечно же, я вложила всю душу. Надеюсь, всем очень понравится, так как все было сделано от души. Вдоль набережной установили четыре детские площадки, и каждая со специальным покрытием и самыми современными игровыми конструкциями, о которых еще вчера можно было только мечтать. Ребятня буквально облепила карусели. Не было предела радости и у родителей. Они точно знают, где отныне будут гулять с детьми. Ну, впечатления очень. Мы живем в другом, в седьмом микрорайоне. Впечатления очень красивые. Давно бы так нашему городу ездить отдохнуть населению, погулять, поиграть с детям на летних каникулах. Мне понравились качели и карусели. Буду сюда приходить. Мне понравилась вся детская площадка и карусели. Отлично. Мы никогда не думали, что мы вот живем в том доме. Мы приехали сюда, первый дом был. Камни, булыки, ямы и подснежники. А теперь вот эта красота. Это хорошая штука. Что больше всего понравилось? Все. Я видел концерт. Там было круто. Здесь все круто, хорошо, весело. Мне понравилась станция и новую площадку построили. Здесь очень красиво. Новый характер очень классный. Здоровый образ жизни и приверженность к спорту – одна из главных задумок авторов. Велодорожки изящно вписались в общий ландшафт. Позволяет ныне со всем комфортом кататься на велосипедах, любителей которых с каждым днем в Талдыкургане становится все больше. Новое место молодежного отдыха – роллер и скейт-дром. Специальное оборудование уже опробовали местные любители экстрима. Свой автограф на память здесь составил и Аким области. Дал старт Амандык-Баталов и спортивным эстафетам. Несомненно, набережная станет популярным местом проведения веселых стартов. Внимание! Май! Собираться отныне для проведения мероприятий будут и под установленными необычной формой шатрами. Первое цирковое представление под одним из таких собрало сотни любителей трюков и фокусов. Впрочем, самая аншлаговая стала центральная композиция набережной. Она приковала внимание 10 тысяч человек, которые стали свидетелями торжественного открытия новой достойной достопримечательности областного центра. Идейный замысел строительства набережной переоценить сложно. Это не просто красивый центр отдыха. Это место встреч, душевных разговоров, занятий по интересам и рождение новых отношений, которые сплетают сердца и целые судьбы. Я еще раз хочу поздравить, чтобы вот такие прекрасные, нужные для нас места открывались в нашем Талткургане. И самое главное, я очень вас всех прошу, чтобы мы это берегли, чтобы это народное достояние теперь, чтобы оно в последующем поколении все радовались и здесь отдыхали, чтобы старики здесь находили себе спокойствие, дети бегали, радовались, чтобы молодые здесь назначали свидание, влюблялись, в последующем признавались в любви и создавали семьи. Вот это прекрасное место на берегу нашего древнего Харатала и еще стало украшением нашего прекрасного города Талткуран. Настоящим подарком для всех стало выступление звезд казахстанской эстрады. Мадина Садуакасова, группа Ринга, ведущие артисты области, пили в честь Талткургана и его большого будущего, в котором сегодня уже никто не сомневается. Город расцветает на глазах, признаются его жители. А это не просто радость за преображение родного города, это уверенность в успешном и перспективном завтра. Мы завидуем тем, кто здесь будет жить. Прямо, ну очень красиво. Наш город прямо, я была недавно в Алма-Ате, ну наш город вообще красивый. Прямо такое впечатление, очень красиво. И вообще и дети, и молодежь, и все приветливые, все улыбаются, все счастливые. Так хорошо. Мне никуда не хочется из Казахстана уезжать, только бы здесь жила. Нам понравилось, что будет наше будущее. Мой ребенок хочет уже заниматься теннисом. Это же здорово. Прекрасная набережная, прекрасный климат. Только радоваться нужно. Для нас, для горожан, это очень, сегодня значительный день. Наш город в последние годы неузнаваемый, изменился в лучшую сторону, становится современным мегаполисом. Мы этому очень рады. Это большой подарок для спортсменов. Каждый день я на велосипеде здесь проезжаю. Поэтому я считаю, что это для здоровья очень полезно. Для молодежи создаются все необходимые условия, где каждый из молодых людей может провести свой досуг с пользой для себя, в первую очередь, для общества. А также прийти сюда со своими идеями и проектами. И все необходимые условия здесь созданы для того, чтобы реализовать их. По-настоящему восхитил и ночной вид набережной. Сотни огней словно звезды нарисовали очертания главной улицы отдыха толкурганцев. Потрясающий вид открывается отныне из окон ближайших домов. Кто мог еще пару лет назад и представить, что набережная Каратала заиграет такими красками. И это еще только начало. В ближайшей перспективе десятки новых объектов украсят областной центр и превратят его в город-сказку. Своим уникальным обликом и тем самым неповторимым шармом, который сделает его одним из самых красивейших городов Казахстана. И далее о благоустройстве города. Только в Талкургане на сегодняшний день строится и проходит реконструкцию 12 новых объектов. С ходом работ на каждом из них ознакомился Акимобласти лично. Талкурган административный центр, а потому должен соответствовать высокому статусу самого красивого и ухоженного. А потому по каждому объекту было проведено соответствие эскизному проекту и качеству материала и работ. Как показала проверка, не все они отвечают заявленным требованиям. В их отношении Амандык Баталов принял жесткие меры. Аэропорт. Визитная карточка любого города для прибывающих воздушным сообщением или улетающих. По тому качеству реконструкции Талкурганской воздушной гавани внимание особое. Работы здесь начаты еще в прошлом году. План сдачи сентября нынешнего. Судя по состоянию административного здания и вспомогательного блока, процесс затянулся. Поскольку еще не начато благоустройство, а на это нужно время, которое не ждет. Акимобласти сделал несколько веских замечаний. Исправить ситуацию, по которым нужно в ближайшие дни. Контроль возложен на заместителя Акимобласти Галамжана Абдраимова. Нельзя саспать или брусчатку. Вот это вот делать. А на вердом, на оборотах, на верду грузка у нее ничего нет. Еще в мае подрядчики должны были сдать сквер в восточной части города. Однако ВОЗ и ныне там. Работы все еще предостаточно. И не только по срокам, высказала Акимобласти. Сквер, который на сегодня должен был утопать в зелени, пока представляет пустынную территорию со скульптурной композицией по центру и несколькими осветительными опорами. Ускориться и изменить название сквера Коктем запланированной в начале поручил Акимобласти на более звучное и объемное. На раздумья времени мало. Предметом пристального внимания к деталям стала и реконструируемая объездная дорога. Идеального покрытия добивается Акимобласти и облагороженной прилегающей части. Вы изначально должны делать так, чтобы брак не делали. Остановки, другие дела и кювет. Понял, да? Кювет. Вот соным кайрн будете сдавать. От начала до конца. Я вот эти вот откосы, я тебе поэтому буду принимать. Смотреть, вот откосы, чтобы идеально ровно было. Индустриальная зона – зона особого внимания. Любой инвестор изъявит желание поставить завод, если будет подведена вся инфраструктура. Водопровод у нас полностью закончен. Сейчас от Пренковки в эксплуатацию идет процедура. Потом по канализации. Вот эту часть мы полностью завершили. Это сколько гектаров вот эту часть? Это 600 гектаров полностью. Да, сети на все 600 делают? Все на 600 гектаров делают. Канализация осталась только вот здесь и осталась только вот здесь канализация. По уличному освещению. Уличное освещение вот отсюда, до этого перекрестка Аким от города у нас делает уличное освещение. В эту сторону мы уже траншею проложили полностью. И тумбы уже посажены. Вообще до 25 июля хотим вот этот участок, вот этот участок обеспечить уже уличным освещением. Однако кроме инфраструктуры в промышленной зоне оказались незаконные постройки, выросшие буквально недавно. Владельцев комиссия не застала. И внятных объяснений об их происхождении Аким тоже не получил. Потому высказал замечание. Устранить. Только ты хозяин. Ты, для тебя мы дали. Для города Талткурган. А по-вашему, мы вам все делаем, только хозяев нет. Почему вот столько построили? Он начал строить, сейчас сказал, убирайте и все. Они должны у тебя разрешение. Прежде чем даже вот этот метр с этого фундамента залить под это, он должен получить разрешение на строительство. Уже должна распахнуть двери и многопрофильная больница. Таких учреждений здравоохранения, рассчитанных на 300 коек и 300 посещений в день, по республике по пальцам пересчитать. Учитывая, что самая большая доселе больница, областная, была построена в 70-е годы, новое лечебное учреждение должно отвечать всем современным требованиям технического оснащения и стандартам сегодняшней медицины. Однако ответственные лица протянули с оформлением документов, из-за чего срок открытия больницы затянулся. Это для народа, для людей. Уже вот, должен распахнуть дверь и должен завтра начать работать. Тебе выговор? Тебе выговор. На каждую мелочь обратил внимание Акимобласти, проезжая и по улице Женсугурова. Асфальтовое покрытие укладывается новое. Но не только это важно в городских магистралях. Красивыми и ровными должны быть заборы вдоль улицы. Огорожены стройки для безопасности горожан и эстетичности вида. Продуманы сливы, чтобы в сезон вовремя уходила талая и дождевая вода. Порекомендовал обсудить с ландшафтными дизайнерами зеленые насаждения вдоль одной из центральных городских артерий. Одной из визитных карточек станет и коттеджный городок. Напомним, инфраструктура к нему была подведена уже несколько лет назад. И теперь проектировщики товарищества с ограниченной ответственностью «Урбастиль» планируют превратить это место в уютный жилой массив. Это решение въездного узла в город Талдыкурган. Это очень такое место, территория которого имеет очень большую ценность. Потому что от впечатления, которое будет здесь создано, от того образа, который будет здесь создан, будет зависеть первое впечатление того, кто приезжает в город. А вот по дороге, проходящей мимо коттеджного городка и выводящей на трассу Талдыкурган-Алматы, нареканий немало. Гравий укладываем под тротуары, различные фракции и пустоты между камнями ускорят его износ. Портит весь вид и старая заброшенная забравка. Не убран сухостой. Это внешний вид въездного участка, но никак не улучшает. Когда я вот такой бардак вижу, я вижу, что какой-то, знаешь, подход какой-то левый. Бардак, понимаешь, посмотри. Все начато. Вертикальной планировки нет. Отметки не выведены. Вот сюда. И на него взял гранитный бордер и уже посадил на бетонную подушку. Это вот когда кто-то не умеет ничего делать. Понимаешь, вот так работает. В маршруте объезда Акима области также этно-аул, выставочный павильон и новая 16-этажная гостиница. Ходом работ на этих объектах Аким доволен, но контролировать процесс все же поручил своему заместителю. Эти объекты планирует создать в следующем году. Назгуль Бошан, Гульшар Каттубекова, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. Еще из главных событий этой недели. В области полным ходом идет уборочная страда. Одним из первых к ней приступил Кирбулакский район. На этой неделе темпы проведения сельскохозяйственной кампании оценил Акима области, побывав на полях региона. Познакомился Амандык Баталов и с деятельностью нового весьма перспективного хозяйства, инвестиции которого только на первом этапе открытия уже превысили миллиард тенге. О перспективах его развития и промежуточных итогах уборочной страды расскажем прямо сейчас. Перспективы развития у нового хозяйства шадиев весьма впечатляющие. Миллиард триста миллионов тенге вложили инвесторы в первый этап создания целого сельскохозяйственного комплекса. Сегодня на откорме свыше двух тысяч племенных бычков. Довести планируют как минимум до шести тысяч. Первый забой будет уже в августе. Заключены договоры на поставку мяса с известной на казахстанском и мировом рынке компанией Бекер. Впрочем, намерены предприниматели наладить и свое производство, поставив небольшие мясоколбасные цеха и открыв молочно-товарную ферму. Дело сегодня это выгодное. Поделились планами инвесторы. Главное есть поддержка и уверенность в перспективности развития такого бизнеса. В целом видим перспективу в развитии сельского хозяйства. Есть нехватка мясного сырья. В основном это нацелено на то, чтобы создавать свою сырьевую базу. В первую очередь, так же, так как в сельском хозяйстве это все требует масштаба для улучшения качества и снижения себестоимости. Поэтому мы открыли такую базу, которая будет покрывать не только нужды наши собственные, но также мы будем реализовывать на сторону тоже. Однозначно мы бы без поддержки государства не смогли бы так развиваться. У нас есть кредитная линия от Казагрофинанса. Поэтому очень было большой помощью нам под очень высокие проценты профинансироваться как раз именно на увеличение нашего поголовья. Оценить масштабы нового хозяйства Акимобласти приехал лично, подчеркнув, что такие важные проекты для развития всего региона требуют особого внимания и поддержки. Ферма уже сыграла свою роль в активизации местных крестьян, которые сегодня объединяются в кооперативы и работают на заготовке кормов. Кормовая база хватает? Да, хватает. Кормовая база пока не будет. Сейчас вы кооперацию делаете, да? Видишь, как здорово. За счет того, что здесь откорм появился, да? На деревне, на крестьян дорогах. Опять у них пошла выгода. Они сено теперь заготовывают и им продают. В последующем они могут даже им давать, помогать семена покупать этого ячменя. Понимаешь, технику давать на вспашку, на уборку. Вот что значит кооперация. Планируют предприниматели освоить и инновации в сельском хозяйстве. Они уже завезли калифорнийских червей для создания биогумуса и намерены в ближайшее время наладить установку теплиц нового поколения. Небольшими затратами мы будем сейчас делать активную переработку биоотходов. На биогаз будем искать, на удобрения. Будем хотеть сады вокруг тоже сажать. О важности объединения в крупные кооперативы Акимобласти поговорил и с местными поливодами. Шесть хозяйств соединили свои наделы и сегодня получают неплохие результаты. Урожай в этом году на славу. По 25-30 центнеров гектара. Уборка в полном разгаре. Но вот некоторые проблемные вопросы могут затормозить ход уборочной. Поделились чаяниями крестьяне с Акимом области. Один из самых главных поставки удешевленного во время страды горючего. Амандык Баталов дал ряд указаний и поручил в самое ближайшее время разрешить все проблемы поливодов, чтобы уборка прошла в срок качественно и без срывов. Работать на это заверили Акимобласти крестьяне готовы днем и ночью. Тем более условия сегодня отменные. Новые комбайны не только мощнее, маневреннее и эффективнее старых, но и комфортнее. Приобрести их помогло объединение в кооператив. Мелким хозяйством обновить технику сегодня не под силу. А потому крестьяне от своей новой формы сотрудничества ожидают больших перемен. У нас несколько проблем. Поставка солярки, сбыт урожая, обновление техники. Обо всем рассказали Акиму области. Он обещал помочь. Но нам и самим нужно объединяться, чтобы было больше земли, чтобы мы технику обновляли. Это надо делать сообща. Уверен, без поддержки не останемся. И год будет удачным. В самом разгаре в регионе истинокот в Закрома уже заложили около 300 тонн. Свою лепту в заготовки кормов внес и Аким области. Вот так поделился воспоминаниями с крестьянами Амандык Баталов. Он вместе со взрослыми в юности между учебой работал на полях. А потому не понаслышке знает всю ее тяжесть и важность. Глава региона поручил местным властям держать на контроле ход уборочной страды. И все проблемные вопросы крестьян решать безотлагательно. Пример такого взаимовыгодного сотрудничества – новый мясокомбинат. Точнее, хорошо забытый старый. Еще в советское время это был крупнейший в регионе мясоперерабатывающий завод вместимостью до 1000 тонн. Простоявший более 15 лет комбинат обрел новую жизнь, на котором уже наладили выпуск 10 видов только колбасной продукции. В убойном цехе 25-30 голов крупной рогатой скота забить или 100-120 мелкой рогатой скота. В одну рабочую смену мы где-то выпускаем 500-600 килограмм колбасных изделий. У нас производитель мощность около тонны. На сегодня колбасные изделия реализуются в городе Копчагай, Текари, Талдыкурган, Кировский, Кугаринский регион и наш район. От корма 100-120 голов крыс запустят кормоцех, где-то около 10 тонн в смену, и запустят всех производителей костной муки. В планах предпринимателя расширить производство и увеличить вдвое объемы производимой продукции. Аким области заверил во всесторонней поддержке и отметил, что сельское хозяйство сегодня – приоритетная отрасль для развития. Одно из основных поручений президента – увеличить долю вливаемых инвестиций в агросектор. И, судя по наглядным итогам, оно сегодня в Алматинской области успешно исполняется. Международный центр приграничного сотрудничества «Харгос» – мегапроект двух стран. Его реализацию в Казахстане и Китае начали еще в 2002 году. Главной целью стало развитие международных, деловых, научных, культурных и, главное, торгово-экономических связей. Товарооборот, по оценкам экспертов, уже через несколько лет превысит триллион тенге. Безвизовый режим до 30 суток на территории Международного центра, уверяют аналитики, привлечет миллионы туристов. Уже сейчас ежедневно центр посещает до 2000 человек. Всего 59 инвестпроектов планируют построить в течение ближайших двух лет. 14 обещают завершить до конца этого года. Инвестиции, согласно заключенным договорам, уже составили свыше 260 миллиардов тенге. Это открывает широкий горизонт перспектив в целом для страны и, в частности, для Алматинской области. Уже сегодня интенсивно растет в регионе потребность в рабочей силе. 25 тысяч новых рабочих мест – перспектива ближайшего времени. В этом убедились высокие гости из Астаны, посетив на этой неделе экономическую зону. С ходом реализации мегапроекта на месте ознакомились заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Яралы Токжанов и депутат Мажелиса Роман Ким. Какие выводы сделали столичные гости, расскажет моя коллега Ужана Дельханова. МЦПС «Харгос» – проект амбициозный. Пока здесь налаживается лишь торговое сотрудничество. Однако уже скоро, обещают проектировщики, территория приграничного центра будет местом притяжения сотен тысяч туристов. По задумкам разработчиков, здесь планируется строительство десятков развлекательных клубов, спортивных комплексов и целого городка ремесленников. Возведут и самый современный санаторно-здоровительный комплекс. В планах даже построить большой конгресс-холл. Вся задумка пока в макетах. Большая часть намеченного, по словам представителей Международного центра «Харгос», появится уже в ближайшие три года. К примеру, уже к концу этого намечается запуск пяти инвестпроектов. С ходом их реализации познакомили делегацию из Астаны. На сегодняшний день из 56 инвестиционных объектов мы уже заключили договора о 30 объектах. Общая стоимость 255 миллиардов тенген. По трём инвестиционных объектах, это логистический комплекс «Ланкасен», уже строительство завершено. До конца 2016 года мы планируем ввести ещё пять инвестиционных объектов. Это часть центральной площади, город Ремесенко, бизнес-центр и инвестиционное здание с торговым центром. Как доложил глава городка «Харгос», с китайской стороны Мурал Абельмажин, в прошлом году центр посетили свыше трёх миллионов жителей Поднебезной. В этом ожидается больше. Несмотря на переживаемый мировой финансовый кризис, создание своеобразной площадки безвизового приграничного сотрудничества на границе двух стран уже даёт свой положительный эффект. Потому, по мнению выступающих, необходимо усилить информационную пропаганду. Я думаю, необходимо сегодня информационную работу. Вообще, среди граждан страны надо чётко разъяснить на работу. Вопросы, которые в общественном поле всегда возникают, только возникают потому, что неправильно доводится информация или просто не доводится. Если проблемы нет, все вопросы, о которых вы говорите, все имеют законоснования, пожалуйста. Но для этого надо чётко расписать медиаплан. Поэтому медиапланы надо будет разъяснять гражданам нашей страны. В ходе рабочей поездки по региону депутат Мажлиса Роман Ким и заместитель председателя АНК Ярала Тухжана встретились и с жителями Жаркенской долины. Здесь, в центре внимания, был вопрос сохранения и укрепления межэтнического согласия. Побывала на этой неделе в Алматинской области депутат Мажлиса парламента Закипа Балиева. Она посетила ряд предприятий и учреждений, где поинтересовалась буднями и возможными проблемами избирателей. Все вопросы были взяты на карандаш для дальнейшего их решения в парламенте. Большую же часть своего визита Мажлисмен посвятила посещению детских лагерей, школ и спортивных учреждений. Вопрос детского воспитания и организации их летнего досуга на особом внимании Закипа Балиева и как у полномочного по правам ребенка. Не могла оставить без внимания депутат и весьма нашумевший инцидент. Как говорится, чужих детей не бывает. Закипа Балиева навестила находящуюся в больнице новорожденную малышку, которую нашли в выгребной яме туалета одного из частных домов поселка Акшиелейского района. Напомним, шокирующий факт был зарегистрирован 4 июля в 7.30 утра. Услышала плач ребенка местная жительница, которая раздавалась недалеко от ее дома. Осмотрев туалет, она обнаружила на дне трехметровой ямы новорожденного малыша. Подоспевший на помощь сын вытащил ребенка и сообщил в местную полицию. На данный момент ребенок находится в больнице поселка Утигин-Батыр Ильейского района. А мать-кукушка была задержана. Ею оказалась 24-летняя уроженка Карасайского района. В ходе следствия выяснилось, что мать-младенца и до этого совершала подобные уголовные преступления. Два года назад она оставила новорожденного мальчика в этом же селе. Но, к сожалению, он не выжил. В отношении ее возбуждено уголовное дело. Как отметила депутат, к сожалению, на сегодняшний день подобные факты участились. На борьбу с такими недопустимыми явлениями. Сегодня направлены различные мероприятия и реализуются разного рода проекты. Можилистмен пообещала посещать всех брошенных детей в рамках работы, уполновочивая по правам ребенка и оказывать всю необходимую помощь. Подобные случаи действительно шокируют, когда молодые женщины такими нечеловеческими способами избавляются от своих детей. Сегодня я узнала о состоянии малышки. Конечно, изначально состояние у нее было критическое. Но сейчас она чувствует себя хорошо. Меня будут держать в курсе ее здоровья и состояния в целом. Мы сделаем все возможное, чтобы у маленькой Карл Гаш все было хорошо. Но вот о том, как будет решено дело с горематерью, в суде можно будет отныне узнать по телефону. 7 июля в Алматинском областном суде начал функционировать колл-центр. Благодаря данной функции жители региона смогут получить всю необходимую информацию по вопросам работы судов, обжалования судебных актов, результатов рассмотрения дел и судебного слушания, не выходя из дома, набрав номера, которые сейчас вы видите на своих экранах. Кроме того, через контакт-центр можно будет оперативно разрешить и некоторые жалобы граждан. К примеру, такие как несвоевременная регистрация исковых заявлений, некорректное поведение работников, канцелярии судов, несвоевременное предоставление процессуальных документов или отказ в подаче копий, аудио и видеозаписи судебного заседания. За неделю в колл-центр Алматинского областного суда поступило около 10 обращений с различными вопросами и жалобами. На сегодня все они уже нашли свое решение. Отметим, что для своевременного реагирования на поступающие звонки в колл-центре организовано ежедневное дежурство ответственных сотрудников. Звонки на городские номера они будут принимать в рабочее время с 9 до 18.30. Круглосуточно, несмотря на праздничные и выходные дни, звонки в центр будут осуществляться и на номера мобильного оператора. 8778-744-2944. Ну а на этом у меня все. Встретимся ровно через неделю на телеканале ЖТСУ в это же время. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин